И даже внешне такие баклажанчики очень похожи на грибы. В холодильнике такое мясо будет храниться 6 месяцев, а в морозильной камере около года. Очень люблю добавлять их в хлеб или в несладкие пироги. А с пастой вообще супер! Привет, друзья! С вами Кухня наизнанку. Сегодня будем вязать помидоры и мясо и сушить овощи и зелень. Покажу, что я сушу, как сушу, как потом все это храню и куда использую. Начну с рецепта вяленых помидоров. Покажу два способа. Готовлю и так, и так. Одинаково вкусно. Вяленые помидорчики я обязательно готовлю каждый год. Мы любим их и как самостоятельную закуску, с кусочком хлебушка, например, и как добавку ко многим блюдам. К мясу, к рыбе, к макаронам. Добавляем в салаты и в выпечку, в соусы и запеканки. Многие рекомендуют выбирать более мясистые сорта помидоров, но я, если честно, сушу любые. Те, что есть, те и сушу. В любом случае, будет вкусно. Итак, первый способ. Помидоры разрезаю пополам. Удаляю сердцевину с семенами. И выкладываю на дно секции электросушилки. Если помидоры большие, разрезаю каждую половинку еще пополам. Помидоры обязательно солю. Так они быстрее высохнут и будут вкуснее. На 70 градусах сушу примерно 3 часа. Затем температуру снижаю до 50 градусов. И оставляю еще примерно часов на 6-7. Вот такие должны получиться помидорчики. Выкладываю их в сухую стерилизованную банку. Каждый слой пересыпаю прованскими травами. Добавляю несколько долек сухого чеснока. Теперь заливаю все это горячим оливковым маслом. Масло можно нагреть на плите или в микроволновке. Как удобно. Важно, чтобы масло было очень горячим, но не закипело. Помидоры должны быть полностью покрыты маслом. Накрываю стерилизованной крышкой. Хорошо закручиваю. Переворачиваю баночку вверх дном. И оставляю под толстым полотенцем до полного остывания. Хранить такие помидоры можно даже при комнатной температуре. Если добавить не сухой, а свежий чеснок, тогда его лучше прогреть вместе с маслом или хранить баночку с помидорами в холодильнике. Второй способ. По времени получается дольше, но по вкусу даже интереснее. Помидорчики разрезаю пополам. Семена не вычищаю. Солю. Посыпаю сухим чесноком и базиликом. Оставляю в электросушилке примерно на 10-12 часов. Можно также сушить в духовке при температуре 80 градусов примерно 9 часов. Дверца духовки должна быть слегка приоткрыта во время сушки. Я подкладываю обычное полотенце. Вот что должно получиться. И в духовке, и в электросушилке помидорчики хорошо сохнут. Но в сушилке получается намного дешевле. Плодоножку я обычно срезаю. Помидоры точно так же укладываю в стерильные баночки и точно так же заливаю горячим оливковым маслом. Храню тоже при комнатной температуре. Открытая баночка очень долго хранится в холодильнике. Главное доставать помидоры сухой и чистой ложкой или вилкой. Попробуйте. Сложно описать, насколько это вкусно. Идеально сочетаются такие помидоры с любым сыром. Очень люблю добавлять их в хлеб или в несладкие пироги. А с пастой вообще супер. На праздники я готовлю вот такие закусочки. А масло использую для заправки салатов. Я уже не могу смотреть на это. Дай я попробую. Ну, держи. Наконец-то. Вкусно? Очень вкусно. А тебе вкусно? Очень вкусно. Семочка, а тебе вкусно? Нет. Но можно хранить вяленые томаты и без масла. Просто в морозилке. Чтобы помидорчики не слиплись, я их немного подмораживаю на доске или на тарелке. И где-то через час-полтора вкладываю в сухой судочек и убираю снова в морозилку. Точно так же использую их для приготовления разных вкусностей. Теперь баклажаны. Здесь у меня тоже два способа. Баклажаны чищу. Нарезаю тонко. И сушу до состояния чипсов. И второй способ. Нарезаю брусочками. Слегка подвяливаю и замораживаю. Через 2-3 часа баклажаны для заморозки готовы. Они еще мягкие, но практически без влаги. Зимой готовлю с ними жареную картошечку и добавляю в супы вместо грибов. И даже внешне такие баклажанчики очень похожи на грибы. В общем, зимой можно обмануть гостей. Складываю в обычный пакет, завязываю и убираю в морозилку. Место практически не занимают. Полезно и вкусно. Точно так же я замораживаю и кабачки. Попробуйте, очень удобно. И места практически не занимают. Когда баклажаны легко ломаются, значит готовы. Можно сложить в сухую баночку и хранить в шкафу. Перед использованием я заливаю такие баклажаны водой, чтобы немного размокли. Затем добавляю в блюдо. Также готовлю с ними овощные приправы. Досмотрите этот ролик до конца, там будет рецепт. Как и обещала, поделюсь рецептом вяленого мяса. Это один из способов, самый простой из тех, которые я знаю. Мясо, у меня говядина, режу небольшими ломтиками. Толщиной примерно 5 мм. Здесь у меня чуть больше килограмма. Готовлю маринад. В мисочку выливаю примерно 100 мл соевого соуса. Добавляю молотый имбирь, примерно чайную ложку. 3 чайных ложки паприки и немного мускатного ореха. Перемешиваю. Для остроты можно добавить чили. А если любите мясо очень соленое, тогда добавьте еще чайную ложку соли. Выкладываю ломтики говядины в маринад. Перемешиваю. И ставлю в холодильник минимум на 12 часов. Лучше периодически помешивать, чтобы мясо лучше промариновалось. В этот раз мясо у меня мариновалось в сутки. Выкладываю на дно секции электросушилки. И при температуре 50-60 градусов сушу 8-10 часов. Вот так оно выглядит после сушки. У меня получилось 650 г пяленого мяса. Хранить такое мясо можно в вакуумной упаковке или в герметичном контейнере. В прохладном сухом месте около месяца. В холодильнике такое мясо будет храниться 6 месяцев. А в морозильной камере около года. Еще я обязательно сушу лук, морковь, сельдерей, перец и зелень. А из каких овощей я готовлю приправы к супам, к салатам и соусам. Это не только вкусно, да еще и очень удобно. Особенно, когда нет времени. Вот такая получается морковь примерно через 10 часов сушки. Храню ее в сухой баночке так же, как и другие овощи. Как я сушу лук и чеснок и где я их использую, подробно я уже рассказывала. Ссылочку на это видео оставлю в описании. Зелень готова уже через 3 часа сушки. Сельдерей сушу часов 6-3, 60 градусов. А это болгарский перец. Таким он становится примерно через 7-8 часов. Наконец покажу, для чего я все это сушила. В чашу блендера помещаю сушеные баклажаны, морковь, чеснок, лук, перец, Сельдерей, Петрушку И укроп. Хорошенько измельчаю. И пересыпаю в сухую, герметично закрывающуюся баночку. Обязательно добавляю соль и перемешиваю. Все, приправа готова. Смешивать так можно любые, овощи и зелень. Если не любите сельдерей, не добавляйте. Можно исключить зелень. Можно грибочков сюда же бросить. Для остроты перец чили. Можно измельчить и хранить все овощи отдельно. Кто как любит. У меня на сегодня все. Оставьте под этим видео комментарий, начиная его со слов «большая сушка». И я буду знать, что вы досмотрели мое видео до конца. Мне это всегда приятно. Напишите, что и как сушите вы. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного. До новых встреч!